Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 С MTV Субтитры создавал DimaTorzok matter of it RNA Ярки в саду, всякие фигурки, людей, друзей. И вот она же для фотографии попросила друзей фотосессию. Так, а что вот синий лес, синий лес. Говорю, ну не вопрос. Прихожу на съемку, там еще четверть модель. То есть она одна, одна модель. И вокруг нас, я тебя подруга. Удивился, но, кстати, было интересно. Это интересный опыт, смотреть, как другие работают. Потому что это мой первый опыт фотосессии. И тут вот другие люди работают в фотографии, ищут кадры. И я вижу, что он еще отличается. Потом мы обменим лесок, вот он как раз. И там как раз познакомился с моим делом в этот учитель. То есть фотографии учителя очень важны. А к миру можно учиться по сайтам, статьям. Но это достаточно такой длительный опыт. А если вы найдете фотографа, который вам будет учить, мне повезло в этот план. Как раз вопросы по нетворки. Я не слышал, простите. Я когда с учителем с Валерой зовут. Я уже в машине зверена. Сейчас, может быть, кто-то не знает. Но тогда это было достаточно тесно по этому отказанию. А на основании ученки... И в принципе, ученка строилась достаточно много раз. Мы приходили на какую-то съемку. После съемки мы смотрели фотографию на сепарате. Я говорю, это плохо, это ужасно. Это вообще отвратительно. Но это было самое главное. Она говорила, почему. Вот это плохо, потому что вот здесь вот. Ты снял ментарк, лишний метафаза и прочее. Единственное, что выбирается фотография. Соответственно, так вот прошел мой четвертый курс. И после почечного курса она сказала, что хочет уходить из газеты, где она на данный момент работала. Говорит, я не хочу отрабатывать две недели. У нее есть возможность поставить у себя кого-то на замену. Хочет уйти на место. И я согласился. Я решила, ну, это интересно попробовать. Почему нет? В фотографии, видите, уже ничего не нравится. И весь такой курс я проработал газету «Молодежь Констант». И вот уже к концу я в сердце понял, что программирования нет. Репортажные фотографии. Вот это мне нравится. Где-то к концу в этом курсе мне пришлось уволиться из газеты по нескольким причинам. Часто там маленькая зарплата, темы мне опять стали устраивать. Ну и у меня играл в клуб. У меня была в защите клуба два месяца. И при этом совершенно должны были начать. Я выбрал только темы, лучший руководитель. И на учетку я видел несколько месяцев. Это было значимым стыдным намерением. После счета, ну, у меня точно не на отлично. Это, конечно, печально, но я уже выбрал на тот момент, в принципе, свою область. И снизился с этим. И там дальше пошел по наградам. То есть, опять-таки, за те 9 месяцев, как работал в газете, у меня создалась своя сеть знакомств. И уже в осенью, с 9-го года, мне позвонили и сказали, нас арендовали, у вас как по дорогу. Нельзя ли пойти там работать? Новые СМИ. Я говорю, да, конечно. Я устроился на сайте «Казан». Фотография сделана была как раз в тот период. Там работал два года. И познакомился с гигантным количеством людей. Журналисты, фотографы, редакторы. То есть, я узнал все кусок у СМИ просто «Казан». «Казан». Кстати, это вот стоимостью сессии. Я забыл переключить фотографии. Девушка Ирина у нас на новом городе. В период работы «Казан» на газете, как раз я делал тут кадр, который не зацепил. Сейчас я понимаю, что он ужасен. Но когда я ее снимаю в столе? Вот маленькая девочка смотрит, как там качки, да ее ругаются на ногах, он расточку. Это очень крутой кадр. И так далее, потому что мне интересно делать именно такие камеры. Репортажные, в которых есть история, смысл. Которые интересно смотреть. Именно поэтому я не связывался дальше с каким-то звальными фотографиями или студиями. Давайте посмотрим на фотографии. Это чемпионат мирового прыжка. У нас когда не очень много спорта. Волкс. Волкс. Волкс очень интересно занимается когда именно репортажные инфографии и все это как только что-то. То есть не просто там, как студия происходит. Приходит девушка и говорит, «Серед, любите меня, потому что не знаю, кто не знает, скажите, пожалуйста». И стоите думать, «А на все какие статей не знаю». «А на все статей не вижу». «Главное дело теперь вы видите». «Вы говорите с девушкой что-то вот так, вот так, вот так». «Воем-то все, теперь, вот и там». И какое-то чувство, что я вам людей не возьму. «А в репортажах?» «В репортажах наоборот». «Вы снимаете и сразу меня. Я вам как-то ваше ходат. И меня». «Я все буду записывать». «А, именно как раз, когда я работал на сэр Инказан, два года я работал, получается, с 9 по 10. Мне все равно, лично эта пирамида фотографов, это личное отношение просто как... где как фотографы складываются? Если я казался, «Клубные фотографии для меня это совершенно неинтересно, я ее вложена в бизнес-устройщиках». Там же с маленькими фотографиями, и прочее, вот репортажники, это да, это самое интересное. «Я считал, что репортажные фотографии это самое интересное, потому что это непредсказуемое, что это сложно. Там куча разных факторов. «Вы представляете, на самом деле, в состоянии спешка». «А что самое сложное среди репортажных фотографий?» «Это военные фотографии». «Это на потоках, работающие, от горячей точки». И в тот момент я понял, что мне интересно попросить красивую мою фотографию, и начал репортажные. но опять-таки, я в Казани. От горячей точки это очень далеко. Как туда попасть, совершенно непонятно. и вот, начале 15-го года, как раз, были события Майдана. И, моя девушка, когда сказала, я, конечно, очень пожалел на этих словах, но, почему-то, я не поехал туда. Я сначала подумал, при мне, я знаю, шутерик, о, деньги надо найти. Опять-таки, где там уже что-то сделать. Потом подумал, получил позиции отражений, но именно так и было. Я написал письмо, и я назвал его в шесть редакций. Везде не дали адрес. В седьмой редакции. Редактор сказал, не дайте поговорим. Я пришел, он спросил, «Ну, хорошо, постараешься сделать, как жить, где снимать, по-моему, хочет». Я сказал, «Я не знаю, я просто хочу получить, развить эту тему». Я думал, что он карьер, ведь надо было подтолкнуть, я сказал, «Денег надо нормальное количество». То есть, у меня совершенно не было своих денег, и я сказал, «Вот, я пусть инвестировал». Он сказал, «Вот, состояние не только на период проживания, я вернусь себя». Он сказал, «Ну, в принципе, это не дорого, давай». Мне выдели денег, я поехал на майдану. Я говорю, «Почему это стоит?» «Поехали». Поехали. 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 Это с первой ночи у нас событие, в принципе, в Майдан. Майдан. И первой ночи, я думал, где же жить, когда я нашел у чередой тренировки, где можно пожить. Это было полтора часа, из-за тренировок событий. То есть, каждый день я полтора часа ехал в город, и полтора часа вечером обратно. Это было очень много событий, в городе. Я понял, что надо находиться как можно ближе к месту событий. В дальнейшем это учеба. Давайте сейчас посмотрим. у нас фотография. Это событие в январе как раз в токовении между Беркутом и Майданом. Это уже в Крыму. То есть, после тех пор нескольких я поехал в январе в четверть неделю в перемирие. Я понял, что в принципе можно возвращаться, потому что забыть о чем-нибудь за большей ночью. Через месяц, опять через столкновение уже реакция не сама позволила сказать, не хочешь поехать еще раз. На этот раз было хватило себе проживания как можно ближе. Я нужен квартиру в 5 минутах. Это было отличное. Я поехал. Буквально через пару дней наступило разрядство и я поехал в Крыму. Там начиналось много историй. Но в Крыму опять-таки все тянусь на труда проехал через неделю. и вернувшись, я понял, что в Казани приходится снимать интервью, износное и прочее, что-то такое очень глобальное и после событий украинских очень неинтересное. и я начал искать какие-то возможности поехать еще раз. И вот в октябре 15-го года 14-го года в октябре 14-го года начались студенческие волнения в Гонконге. Я понял, что это очень далеко. Кто согласится? Я переписал к тому же знаменимые ребята. Мы уже с этой работой попались в Гонконге. Давайте я съезжу для вас студенческие волнения в Гонконге. Ну, нет, это далеко. Никому неинтересно у нас так станет. А там где-нибудь ты хочешь? Я назвал сумму, в которой включал перелет, проживание и еда. То есть гонорары в свой счет я не записывал. Это было только ради личного интереса и опыта. И даже сумма была для них не согласна. Они сказали, нет, мы не согласны. И я повторил ту же процедуру. Я сказал, ребята, когда еда и перелет, я вернулся на свой счет. Только перелет платить. Сумму смысл два раза сказали, ребят, Егор, въезжай, ты согласны. Я приехал и понял, что даже пост самый дешевый, он стоит столько, что он мне денег хотел только на 3 дня, максимум. Я там тренировал кроме 10 дней. Я не понял, ничего лучше, как спать вместе с студентами прямо там, на улицах ураганных. То есть студент, который открыл центр города, прямо там, на асфальте, я не разложил свои палатки и спалил. Было тепло, я подумал, хорошо, я надевал пуманночную столбку, прижимал световый парадор поближе и наступал прямо там, на асфальтную палату. и на асфальте. Это фотография сделана по своему институтническим. Вот как раз где-то там в дальнем углу я как-то спал всю неделю, еще все 10 дней. Была куча проблем. Где зарядить аккумулятор? Там рядом в Макдомове, в котором была одна розетка, которая пользовалась своими уроками. Я сел около нее и через 2 часа понял, что моллунбук перестал заряжаться. Я помню, ко мне подходит менеджер, вы знаете, это наша служебная реализация. Ей нельзя больше пользоваться, мы просим вас на этом биле и вам. А мы тут ее выключим. Я говорю, ну, ребят, как так, где у вас можно найти на реализацию? Мы не знаем. И у меня сел сотовый, у меня сел моллунбук, и я не знал, где найти заряды. Я был больше суток без связи. То есть, моя операция не знала, где я что сам. В общем, через какие-то я нашел на соседней станции метро. В местной кофейне нашлись несколько розеток. Вот это было просто просто счастье найти цель и снова выйти в интернет и сказать, ну, и хорошо, провести фотографии. Ну, кроме розеток у нас лучше других проблем. как по-моему, десять дней без душа. Мне тяжело что-то есть. Но волонтеры ходили, раздавали резко протестующим. Но они, меня иностранцы, говорили, может быть вы хотите тоже? Этот резкий цель я делал все десять дней. и это спортсмен не могу. Здесь фотографии там же. Это как раз зонечный революс ее назвали. Потому что студент к примере ничего удастся. После окончательного проезда я вернулся в Казани и не понял, что опять я наступил кризис. Столько всего интересного происходит, но есть в Казани и не получается никак постоянно ездить на революцию ну, не имею в виду Я уже был попросить все. Может быть фотографии не мои, может быть появляются программисты, стабильный заработок. Ничего этого нет. Потому что поездки выходили в ноль. Все деньги выходили в полиции в 15-м году. Но где-то мне повезло в 15-м году начали как раз друзья поделали мне информацию что в детстве как раз ищут фотографы в Казани. Я только наступил на фоль, в котором учился на преимущественном фотографии из Донконга в Украине в желтую путь как раз здесь он играл в 15-м году. И я думаю на этих фотографиях как раз сыграли такую большую волю потому что неоплечения и с тех пор я работаю в интернет. Собственно моя практика история. У меня время что я к инвестику давно. Во-первых это было увлекательно. Вы знаете я слушал даже не хотелось останавливаться потому что в подобной истории когда человек преданимает всевозможные препятствия и держит свои вещи к своей цели действительно достойное восхищение и уважение. Поэтому тебе за это большое спасибо. Вынимательно к нам жму с герой. Конечно проявляет история о том что учился ты на физфаке стал фотографом. есть у нас в пределах господа 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 внимание с камерой видимо это за нас там есть какая-то связь но я думаю что на самом деле очень здорово что ты себя нашел и всем желаем найти сделать только сам повторить возможность анализовать собственные с сейчас вам приемли подать которые организатор с тебя не 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 а а и и и